Добро пожаловать, ребят, на 19 этап в форму 1 на гран-при США. Итак, на этом этапе у нас решается чемпионский титул между Льюисом и Леклером. Леклер данный момент моим сокомандником, но я его эдаким не считаю, поскольку в конце сезона приходить в другую команду не есть хорошо. Поэтому будем немножко мешать Леклеру выигрывать данный титул. Ну, в принципе, он уже его навряд ли выиграет, если только Льюис у нас не сойдет. Что обычно происходит крайне редко у Мерседесов. Хотя в начале сезона у Вальтери были очень и очень плохи дела. Но под конец сезона, благо, более-менее все стабилизировалось. Что же, по поводу США. В принципе, этап достаточно сильно напоминает частично Японию, по крайней мере, первый сектор. Такие же S-образные повороты. И тут, я надеюсь, у нас намного лучше будет работать теоридинамика, нежели это было в Японии. Поскольку в Японии я не знаю, что было не так, что я делал не так, в принципе. Но мои оппоненты просто от меня спокойно отрывались. Хотя, по идее, такого не должно прям было сильно происходить. Стартовый жет у нас выглядит следующим образом. Первый у нас Себастьян Фетель, второй Александр Албун, третий Макс Верстапин, четвертый Нико Хилкенберг, пятый Чака Перес, шестой Льюис Хэминтон, седьмой Киммер Экнин, восьмой Пьер Гасли, девятый Кевин Магглсон и десятый Лэн Стролл. Так у нас выглядит топ-десятка. Почему она так выглядит? Поскольку я не приезжал в второй сегмент. Она офигенно симулировалась. Ну и, во-вторых, я взял кучу штрафов. Со мной взял кучу штрафов еще и Леклер. Причем, я выделил, что мне дали почему-то только 30 позиций штрафа. Хотя я взял полностью новую свою установку. Леклер, скорее всего, сделал то же самое. Но почему-то ему накинули 25 лишних позиций. Возможно, это из-за того, что я брал уже еще лишние элементы. Ну, возможно, я не знаю из-за чего. Ну, окей, все равно будем стартовать с конца и будем пытаться прорываться. Игра с транслянией, я срываюсь неплохо с места. Пытаюсь тут же уйти влево, поскольку хочу на множественной части траектории сразу же опередить как можно больше болидов, что мне, в принципе, удается. Блокирую переднее колесо, немного он меня заносит. И въезжаю я, к сожалению, в Бл Магрисона и немножко ему порчу переднее антикрыло слева. Но, благо, без больших повреждений немножко его повредил. Но все равно, я думаю, к сожалению, из-за этого гонку я ему немного сорвал. Но для себя я очень неплохо стартанул гонку, поскольку отыграл сразу же 9 позиций за счет только одного первого сектора. Дальше, ну, отыграть еще 7 позиций не составит мне прям большого труда. Ну, в принципе, да, Гасли я тут же прохожу еще в середине второго сектора и уже начинаю охоту за Пересом. Но, забегая чуть вперед, до Переса мне придется покататься довольно долго, а именно там 3 круга, пока у нас не будет доступен ДРС. Посмотрим, как старт у нас проклялся ТВ-камеры, как все боролись, прорывались. И также пытались, как и я, пройти всех и всех сразу же в первом повороте. Но на эту тактику только я пошел, никто, кроме меня, не решился. Ликлер у нас, как и был, в 18-м так и остался после первого поворота. Позади него там небольшая борьба шла, но она была небольшая. Два Хаса также между собой воевали, я вклинился в их борьбу. Ну, в принципе, более-менее эту борьбу еще и порешал. Магнусом вышел вперед, но, правда, я думаю, ненадолго, поскольку у него повреждено переднее антикрыло. Дальше борьба шла уже позади меня, когда я прошел Гасли. Райкни на обратной прямой тут же атакует Гасли и пытается его пройти. Что дает мне некоторое время оторваться от этой пары, ну и, соответственно, сделать задел позади себя, чтобы меня никто не мог атаковать, я мог спокойно преследовать Перец и потом его также смог бы атаковать. В третьем секторе я начинаю проходить бок о бок, что очень критично, поскольку сектор достаточно медленный поначалу и это играет большую роль. Ну и, в принципе, Гасли немножко от меня самое главное отстал. Позади меня Ботус начинает свой также прорыв через пилотон, ну и потихоньку у него это, в принципе, получается. Но граждан так просто не хочет отдавать свое место, он смог остаться бок о бок с Ботусом. И также в начале третьего сектора я начинаю проходить этот сектор бок о бок, из-за чего, опять же, теряют немного времени на этом. Также позади них еще и Макларен, уже очень близок к этой паре, которая также хочет кого-то из них пройти. Но Ботус на выходе из 15-го поворота все-таки смог вырвать эту позицию у граждан. К третьему кругу я все-таки смог подъехать ближе к Пересу, как я говорил только с момента. Получая интерес, я смог кое-как хоть подъехать к Пересу, поскольку на прямых. Ну, с моторами, соответственно, нам пока еще сложно оттягаться, особенно с прокачанным мотором. Но за счет ДРС это, в принципе, нивелируется преимущество. И я спокойно отправляюсь уже за Льюисом, который в свое время успевает навязать борьбу Ферстаппену. В начале третьего сектора они поравнялись, и уже к 15-му повороту Хэмилтон выходит вперед. Я также пытаюсь обойти Ферстаппена, и на выходе из того же 15-го поворота смог это сделать. Ну и теперь у меня остается только Хэмилтон впереди, Хюркенберг, Феттель и Албана. Который, кстати, неплохо так успел оторваться от Феттеля, у которого в данный момент этап плохо складывался. Как-то вот по скорости он Албану проигрывал. Ну и, в принципе, у него темп был достаточно медленный по отношению даже к Албану. Хотя вот у Феррари, ну, не особо даже хороший сбалит, но Албан все-таки как-то на нем лидирует. Вот. С Хэмилтоном я разбираюсь в первом секторе на пятом кругу, за счет того, что у меня еще была резина, и все-таки у нас прокачанная аэродинамика, поэтому мы можем себе такой трюк позволить. Ну и уже к пятому кругу, грубо говоря, передо мной едут только три болида. Ну и то, Хюркенберг недолго будет передо мной ехать, поскольку у нас перейдет обратная прямая, слепстрим, ДРС, все дела. И поэтому можно взять ему борьбу. Конечно, Хюркенберг будет и сам иметь ДРС, если бы с ним от Феттеля. И поэтому, скорее всего, он пытается еще и пройти Феттеля. Но я думаю, что ему не хватит мощности, чтобы доехать до Феттеля. Ну, а мне ресурсов плюс-минус хватит, чтобы доехать до Хюркенберга и поздним торможением ворваться в поворот и тем самым обойти его. Ну и все, передо мной едут только две Феррари, причем одна другая не дает ДРС. И, соответственно, с Феттелем я на следующую кругу на обратной прямой, без каких-либо проблем смог разобраться. Дальше шел Албан, но до него было, ну, пару-тройку секунд, но эти секунды надо было еще как-то сократить. Плюс Феттель не так легко хотел отдавать свою вторую позицию, он еще пытался побороться в начале третьего сектора, но тут же понял то, что я ему не по зубам. Но во всем кругу я уже подумал о том, чтобы сделать питьстоп, поскольку софт начинал уходить постепенно, плюс у меня еще правое переднее колесо перегревалось. Плюс мне кто-то еще в жопу въехал сзади, хотя вроде бы был нормальный такой для меня расстояние, а это был, оказывается, у нас Льюис, который еще и становился впереди найти крыло. Хотя торможил себя, как обычно, в том же месте, никого не проверял на брейк-тест, поэтому Льюис был сам, по сути, виноват. Но, в принципе, даже с этим крылом он более-менее еще пытался как-то бороться, но, конечно же, боролся он не очень-то и хорошо, в воротах он был достаточно медленным. После этого столкновения со мной Перес также успел догнать Льюиса и Феттеля, с Льюисом он быстро забрался, но с Феттелем возникли небольшие проблемы, пытался он атаковать его, но Феттель смог защитить свою вторую позицию и смог поехать дальше. Я же на 10-м кругу делаю свой питстоп, поскольку до 12-го я точно не дотянул бы, ну и, в принципе, от того, что я делаю эндеркад, для меня же будет даже лучше на моем мидиуме, потому что, скорее всего, на мидиуме я точно дойду до конца и без каких-либо проблем. Также интересный факт, то, что я был единственный, кто был на стратегии софт-мидиум. У всех тех, кто был еще на стратегии в 1-питстоп, был софт-хард, что достаточно интересно, поскольку у нас самые худшие шасси в пелотоне, но нам это не мешает использовать подобные тактики. После своего питстопа я выезжаю позади Хэмилтона, что самое интересное, Хэмилтону не поменяли передние технологии в питстопе. Он где-то на стратегии двух питстопов, у него второй софт сейчас, в данный момент, но крыло до сих пор поврежденное с правой стороны, что для меня было достаточно интересно, поскольку он терял достаточно много времени. Да, поначалу после питстопа он не теряет прям много времени, но чем больше снашиваются покрышки, тем больше он будет терять в поворотах. И, в принципе, уже даже на середине жизни его софта это было видно, он даже начал отставать от Хюлькенберга, без даже моей помощи, ну и потихоньку начал сдавать даже позиции. Ну и потом его потихоньку даже смог догнать Леклер, и что самое примечательное, Леклер подумал, что надо бороться честно, и поэтому сломал себе также переднее антикрыло. Ну, точнее, он это не специально сделал, просто у Льюиса в затяжном правом повороте возник андерстир, и из-за этого он улетел чуть шире, ну и Леклер не успел оттормозиться. По итогу, два брата Акробата снимали себе переднее антикрылье, но у одного антикрыло сломано справа, а у другого слева. Соответственно, поворотов у нас поровну тут 10 штук, поэтому Льюис имел преимущество в одних поворотах, а Леклер в других. Ну, в принципе, все равно Леклер при этом потихоньку прорывался. Также прорывался у нас позади и Ботас, который получил команду за то, что ему надо отдуваться за Льюиса, и поэтому он начал свой прорыв до лидирующих позитов. Первый на пути сначала был Феттель, но он успел обойти Ферстаппина, и Ботас также попытался обойти Ферстаппина, но, к сожалению, ничего из этого хорошего не вышло, и поэтому им пришлось ждать аж. До старта-финишной прямой, где он все-таки начал с липстрима Идреса, смог опередить Ферстаппина. Ну и дальше уже на пути у него был Себастьян Феттель, у которого этап не особо клеился, но более-менее он как-то ехал, и окей. Также на обратной прямой он смог его опередить за счет с липстрима Идреса, и дальше он уже отпустился в погоню за Пьером Гасли. Тем временем у Феттеля случаются проблемы в виде Александра Албана, который его догоняет и также без проблем обходит, и уже позади на него нацелился даже Ферстаппин, поскольку Албан просто уехал, и Идрес ему не давал. Собственно, Ферстаппин без каких-либо проблем смог вернуть свою позицию по отношению к Феттелю, а Феттель за несколько кругов потерял аж три позиции, при этом одну он из них с этих позиций, конечно же, приобрел, но все же. Конечно, Ферстаппин не хотел так просто уступать позицию, бок о бок они ехали в третий сектор, и кое-как все-таки он смог защитить свою позицию, правда, ненадолго, опять же, до следующей обратной прямой. Ферстаппин не решил рисковать в затяжных правых поворотах, поскольку это заканчивается обычной паломной передней мять крыло. Обгон на обратной прямой за счет ДРС заканчивается обычно приобретенной позиции. Конечно, на торможении Ферстаппин много перебошил с тормозами, но все-таки позицию по отношению к Феттелю он смог отыграть. Конечно, не сразу, Феттель попытался еще его контратаковать, но все-таки потом идут повороты в пользу Ферстаппина, и он все-таки смог отбить свою позицию. К концу гонки Ботас успел догнать Гасли, который шел на третьей позиции в тот момент, и смог занять эту третью позицию. Первая позиция была за мной, вторая за Пересом. Для Racing Point, если я правильно помню, это будет первый подиум в нашем сезоне, но, надеюсь, опять же, не последний, и еще у нас два этапа впереди. И это Бразилия и Абу-Дапи, может быть, там Перес тоже сможет блеснуть и заехать на подиум. Посмотрим, как пойдет у них дела. Ну и также, надеюсь, что в следующей сезоне они также смогут продолжить в том же темпе. Ну что, за счет того, что у нас Леклер с Хэмилтоном сломались и передние антикрылья, они финишировали далеко в середине пилотона, а именно в конце первой десятки. Леклер у нас занял девятое место, а Хэмилтон десятое. Конечно же, Хэмилт у нас выигрывает чемпионский титул, поскольку Леклер только зарабатывает два очка, ему надо было заработать 26 и даже 25 за то, чтобы продолжить просто борьбу. Ну, этого, слава богу, не случилось, опять же, для меня. Я же продолжаю борьбу с Леклером за второе место в личном зачете. И в данный момент я неплохо так отрываюсь от него даже. И в принципе, Бразилии можно уже решить судьбу второго места. Ну, по крайней мере, до Абу-Даби мы точно будем еще воевать с Леклером. Также стоит отметить то, что мы еще продолжаем кубкин конструкторов борьбу с Феррари за второе место. Да, конечно же, Леклер приехал на девятом месте, ну и Феррари приехали не на столь хороших позициях, и поэтому мы немного очков доотыгрываем у Феррари. И поэтому мы стоим все ближе и ближе к ним, до Мерсессона и дотянем уже, опять же. Ну, кстати, да, Вальтреботс у нас лично в зачете уже четвертый, хотя вот, казалось бы, в начале сезона у него были проблемы, он не приезжал в очки, он сходил и все такое, но при этом все равно смог забраться под конец сезона на четвертое место. По контактам у нас их особо не было, плюс часть не записывалась контактов, к примеру, на первом круге мой контакт с Магдусоном, либо же Хэмилтона со мной, опять же. Почему-то их в протоколе нету. Ну, опять же, почему-то вот, казалось бы, игра уже вышла почти полгода назад, но почему-то все равно, как по мне, есть такие баги, что они показывают такие контакты. Что же, по поводу модификаций, берем последнюю модификацию уже в этом сезоне, а именно, маленькую модификацию на ЕРС и среднюю модификацию на мощность. И, в принципе, это последняя модификация этого сезона, больше мы апгрейдить не будем. По крайней мере, мы. А что будет делать с ним Тру Россо, мы узнаем уже в следующем сезоне. На этом все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заходите, пока-пока и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok